Здравствуйте, товарищи! Разрешите открыть 14-й съезд Фонда Рабочей Академии, Фонда содействия обучения рабочих. У нас это торжественное заседание, по той простой причине, что прошло 25 лет с момента учреждения. Придумал его Виктор Георгиевич Долгов. И когда решался вопрос, а кому быть президентом, он говорит, что я не могу, у меня две машины. Он на меня его перепихнул, но взял на себя еще более тяжелую ношу, народную правду, которая выходила еще раньше, с 1991 года. Вот Александр Сергеевич в этом участвовал изначально, тиражом 200 тысяч, 8 полос, вот такого же формата, как сейчас вышла она. Кстати, достаньте, пожалуйста, вот народную правду. Вот тут она, новый экземпляр, большой, новый. И первый номер большой, который выпущил товарищ Лещук, первый заместитель. И новый, главный редактор, товарищ Золотов Александр Владимирович. Вот, и это надо было... Выходила она еженедельно и рассылалась по всей территории Советского Союза. Надо сказать, что мы еще таких высот не достигли в наше время, но мы все время повышаем планку. И на сегодняшний день вот этот номер, он, во-первых, 40 тысяч. Это хоть и меньше, чем 200 тысяч. Но это не 200 тысяч, которые в Союз печать отдаются. А это и раздаются тоже, раздавались. А это те 40 тысяч, которые раздаются по утрам у заводов по всей России. Так что, можно сказать, что это более такая крутая газета. То есть, прежде чем этот тираж утвердить, его сначала получают. Здесь вон сидят ответственные работники, те, которые рассылают по всей стране от Татьяны Олеговны. Она вот, скромный такой работник. Как-то столько можно разослать газеты, я не знаю. Это ужас. И народ отчитывается еще, пишут, каждый раз докладывают. Встали в 5 часов, были у завода, 5.20 разослали и так далее. Раздали. А мы-то на своем горбу в те города возили. Помните, посылали людей из газеты? Ну, естественно, всем другим всегда проще, чем самому. Никто не спорит с этим. Видите, никто даже с вами и не спорит. Ну и миллионы тиража были уже. Не, миллионы. А, был миллион. Был один раз, когда были выборы губернатора. Мы, поскольку альтернативой был сообщак, то мы пристроились, так сказать, выступать за этого самого губернатора и выпустили миллион. Два КАМАЗа были, так сказать, везены. Причем в два этапа. Директор типографии, Лен-Издат, сказал, что мы вот полмиллиона вам напечатали, больше не можем. Я говорю, так дело не пойдет. У нас договор. А это надо мне, говорит, советоваться. Я говорю, идите, советуйтесь. Ну, в общем, и вторую половину они напечатали, миллион. И каждый второй человек третий получил. Да, и миллион мы тоже на горло утащили. Вот это не только мы. Мы раздавали у всех станции метро и наняли, нанимали людей и платили сразу. Вот пачка, раздашь, получи. Самых разных людей, которые хотели подзаработать. Ну, некоторые делали так. Они брали и ближайшую урну там найдут во дворе. Вот туда. Были и такие. Но основная масса была распространена. А там было написано, нарисована такая картина. Собчак, как он получает взятки и как он кушает красную икру. Мы и другие печатали вещи. И Смольнов, Кресты про Собчака и так далее. То есть там большие вещи были. Ну и газету «Народная правда» закрывали один раз, когда было ГКЧП. Хотя мы в Ленинграде и сдаемся, но почему-то в связи с чрезвычайным положением в городе Москва. Нас закрыли на 40 дней и разрушили нам всю систему распространения. Захватили у нас в Ленинграде вагон бумаги, который много денег очень стоит. Так что мы всякие претерпели лишения. И побывали мы в Смольном. У нас адрес Смольный по регистрации. Как был, так и остается. Регистрацию никуда не поменяешь. Так что это тоже было большое дело. И надо сказать, что это дело связано было с фондом Рабочей Академии. Что если фонд Рабочей Академии, это фонд содействия обучению рабочих, то газета помогает людей собирать и направлять. Поскольку она коллективный агитатор, организатор и пропагандист. Поэтому и мы сейчас продолжаем ту же самую линию. Если отчитываться по-крупному, то у нас есть орган идейный, который идейно людей зовет на борьбу за социализм, за коммунизм, за социалистическую революцию. А наши оппоненты, иностранные агенты, все время плачут, что им не дают проводить оппозиционную линию. Нам вот никто не мешает. А всем кому-то все время что-то мешает. Хотя мы, так сказать, говорим... Вот мы с товарищем... То есть вы раз главреда арестовали в кутузку? Ну, что там арестовали? Подержали в сутки? Ну, подержали немножко. Я пришел к председателю городского суда. Говорит, что вы профессоров-то держите в клетке? Нехорошо. Потому что это его туда неправильно посадили. Потому что его написали, что он не пришел по вызову, а ему ничего не присылали. Проверьте. Проверили и выпустили. А второй раз из Смольного хотели его взять, но тоже не получилось. Ну, то есть были всякие приключения. Приключения могут быть и впереди. В этом смысле мы закаленные. Фонд рабочей академии был под судом. А именно его пытались закрыть. Дзержинский суд был. По иску налоговой инспекции, чтобы сказать, все, это противоречит. Под 20 ее судами? Нет, ну, это любое. Один суд длился 20, так ли с чем-то занимаетесь? И потом в городской суд, когда мы пришли, судья, когда мы представили на суд, вот столько изданных всяких нами брошюр, там таких вот, как бы сейчас бы мы тоже принесли, сказали, вот товарищ Шаусов написал, который родился в концлагере и остается коммунистом и сейчас. Так, вот, судья посмотрела, я говорю, вот люди, у нас беспризорные, у нас бандиты и все, а нас судья хочет закрыть. Ту организацию, которая занимается поддержкой вообще населения и бесплатно. Ну, и потом написано же, что может закрыть, может не закрыть. Я говорю, можете не закрыть? Она говорит, могу. И не закрыла. Тогда в городской суд. А в городском суде, там три тетеньки, они выбегают на 15 минут. Быстренько им нужно за 15 минут все сказать и потом убегают. А потом прибегают и уже решение. Так вот, у нас был еще один представитель дополнительный, то есть я выступал, он выступал. А от налоговой, так сказать, не очень умная женщина, так сказать, была, которая сказала, что мы, да мы будем вообще скоро без суда закрывать. Я говорю, без суда. А те честненькие, которые сидели, говорят, что без суда будете закрывать? Да. Хорошо. Побежали. Выбегают через 5 минут. Отклонить. И все, мы прошли районный суд, городской, нас не трогайте, пожалуйста. Поэтому вот на задание этому здесь в газете на последней странице напечатали свидетельство о регистрации фонда рабочей академии, где нам замминистра юстиции повелел нашего государства, мы знаем, какое оно, повелел обучать рабочих и способствовать нравственному развитию. Все это написано в 40 тысячах экземпляров. А газета «Народная правда» свидетельство о регистрации получил в 1991 году от министра, самого что ни на есть демократического, разного правительства, где, говорится, на последней странице там сделано и то, и другое. В связи с беспокойством насчет того, а как тут в связи с законом о просветительстве. Ну, хорошо. В связи с законом о просветительстве мы опубликовали, чтобы у нас уже все хорошо. Мы уже получили соответствующее разрешение от министра юстиции и министра печати и информации. Так что у нас все хорошо. Поэтому мы продолжаем свою работу. Работа наша всем здесь присутствующим настолько хорошо известна, что мне даже нет нужды так все это рассказывать в подробностях, а только достаточно перечислить. У нас имеется российская общественно-политическая газета, которая все время увеличивается. И газета является коллективным агитатором, пропагандистом и организатором. И, соответственно, она взаимодействует с Рабочей партией России, собственно говоря, и Фонд Рабочей партии России. А его особенность, что он без фиксированного членства. Если вот какой-то человек сейчас понравится ему, вот там Кирилл Валерьевич, он скажет, а вы кто? Он скажет, я в фонде Рабочей партии. А могу я тоже считать, что я член фонда? Пожалуйста, считайте. У меня есть бумага от вас подписана. А это без всякой бумаги может человек считать. Потому что у нас нет фиксированного членства в фонде. Мы вот, потом появился новый закон, он же требует какие-то бумажки, а вот мы по старому закону. И суд у нас прошел, поэтому к нам вообще никаких претензий нет. Поэтому, говорит, как вот вас никто не трогает? Ну, нас трогали, но из этого ничего не вышло. И в этом смысле мы битые, а за одного битые, двух небитых дают. Поэтому нас хоть и пугают некоторые товарищи, но мы как-то не пугаемся. Особенно, такими злобными вооружились бумагами наши товарищи, которые раздают газеты, где написано об ответственности за воспрепятствование законной деятельности журналистов. До двух лет тюрьмы. И сколько уже было случаев, когда вызывают Росгвардию, Росгвардия почитает. А вы что, этой самой охране не любит она, эту охрану частную Росгвардия? Или, так сказать, у них конфликты, с нами нет конфликтов никаких. Нет, были случаи, когда просили все-таки написать. Тогда наши товарищи писали, мы распространяем газету для рабочих. А для рабочих хорошо, спасибо, и все на этом. Так же было около порта нашего. Охранники вызвали Росгвардию, и приехали, говорят, ну что, это люди раздают газету для рабочих. Что вам надо, идите отсюда, и все. То есть я хочу сказать, что в плане защиты самая правильная позиция наступательная, открытая и принципиальная. У нас демократическое государство, как написано. Ну вот мы раз написано, что оно демократическое, мы за то и исходим. А кто против демократического государства, пусть скажут. Там цветные уже тут пошли картинки. Вообще, такого не было. Идеология может марсистская быть, да? А у нас нет в Конституции господствующей идеологии. Обратили внимание? Более того, были поправки, такой поправки не было, чтобы сделать господствующую идеологию какую-то. Поэтому мы считаем, что наша идеология коммунистическая будет государственной идеологией. А вы вот как считаете, товарищ Симонин, как юрист? Вот сейчас коллеги сказать. Какая-то должна быть одна. Ну пока нету. Ну вот для этого надо поработать, чтобы была одна. А другой нет. А другой, правда, и все нету толком. Религиозный есть. Нет, другой нету. Она какая-то расплывчатая, там много разных концепций, а идеологии одной нет. Это у вас много уехалистей, а у нас православные. У нас Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. И все. И у нас все понятно. У нас троится. У нас четверка. Нет, у нас и тройка есть. Студирован, пропагандирован, организирован. Студировать, пропагандировать, организовывать. Ленин так цитировал. В работе что делать. Так что и тройка у нас тоже есть. У нас все есть. Так что я хочу сказать, что мы имеем, ну не то, что вот мы что-то взяли сделать, и там у нас что-то не получается. Поскольку дело это делается уже 25 лет, а если взять газету 30 лет, и это в общем-то две стороны одного. И партия, которая без газеты и без такого широкой организации, которая бы ее окружала и поддерживала, тоже бы не просуществовала долго. То мы хотим сказать, что вот мы грамотно строим всю свою работу. А работа у нас построена не только на том, чтобы изучать, как, скажем, делают в кружках. Хорошо, что изучают. Это называется созерцательный фейербаховский материализм. Но мы еще и настраиваем всех на преобразование мира в соответствии с самыми высокими идеями. Поэтому вот в этом состоит нравственный подъем душевный, который мы обеспечиваем с помощью фонда рабочей академии. Поэтому мы как бы ожидаем, что нас должны хвалить и уважать. Ну, в общем, нас не шибко хвалят, но уважают точно. А почему? Потому что уважают только сильных в этом обществе. А слабых никто не уважает. Славых сразу топчет. И начинаешь только, если будут говорить, нам не дают, нас бьют, ну и подойдут, еще и дадут. Поэтому мы так себя не ведем. У нас позиция наступательная, они оборонительные. И, так сказать, поэтому, ну, каких мы, разных всяких были ситуациях, здесь присутствуют люди, которые во всем участвовали, все знают, и давно. Однажды нам прямо из милиции товарища Казенова пришлось вытаскивать. Не однажды, а дважды. Ну, я однажды участвовал. Дважды это вы попадали, а я вытаскивал только один раз. Но мы сидели так, милицию, вся милиция окружена была центрального района, народом, и требовали свободы товарищу Казенову. А начальник, который меня заристовал, вскоре умер. И сколько врагов наших уже умерли, он спрашивал, и во время, пока сидел товарищ Казенов и ждал, когда приедет судья, вызвали судью. Вот. Он меня спрашивал, в чем я не прав? Ну, как говорю, в чем? Вот Казенов, он за правду, за истину, за все, а вы правы? Ну, я же, по закону действую. Ну, вы-то по закону действуете, а закон-то сейчас против правды. Поэтому не истинна ваша позиция. Ну, и так, мы пока поговорили, приехал судья, сколько-то там рублей взяли с нас и просили. Профессор-серрантор за меня заплатил. Да, но надо сказать, что у нас люди уже опытные, уже знают, понимают, и поэтому для нас это все маленькие приключения. Вот. У нас другие проблемы. Вот народ у нас мучается, зарплату не платит, платят мало, работают много, тяжело. Вот. Так что у нас задача другая, как народ спасти, и как народ сохранить, и как народ поднять. Трудовой. При этом мы правильно тоже к этому поступаем. Не хватаемся за весь народ, потому что у нас столько и рук нету, а хватаемся за его ядро. А ядром является рабочий класс. А в рабочем классе ядром является фабрично-заводской рабочий класс. И вот мы этим и занимаемся. В любой клетке, можно сказать, ядро-то маленькое, а клетка большая. Ну, так все сразу не охватишь. Поэтому мы, можно сказать, самым рациональным образом и действуем. Не только с точки зрения марксизма, ленизма, а с точки зрения вообще практически политической такой. Ну, как вот за все вы сразу схватитесь? Вот вы можете все обнять, товарищ Павлов? Не можете все. Ну, а эту книжку, товарищ Шаббасова, мы можем прочитать. А он наш товарищ. И увидеть. Вот наш товарищ взял, написал книгу. А другой наш товарищ, товарищ Казенов, посодействовал, чтобы ее издали, организовал. И получилась книга. Кто еще напишет? У нас мешает писать книги? Вам запрещено писать книги, товарищ Гав? Где ваша книга? Да. Не дорабатываю. Это не перенимается, вы понимаете? Я буду нашли взорваться. Лучше бы вы сказали, я перерабатываю. Это ведь работа у нас общественная, здесь разрешается перерабатывать. Ну, вот мы с вами хорошо знаем, что у нас все построено довольно надежно, в расчете на то, что где-то что-то порвется, пропадет и так далее. То есть, вот скажем, у нас недавно пропали некоторые ресурсы. А именно, вот канал, не канал, канал отшатали, но, так сказать, не удалось его расшатать и вырвать. А вот сайт фонда, которым руководителем считаюсь сайта фонда я, фонда рабочей академии, а вел его товарищ Герасимов. Вел, и он его нормально, ничего плохого не скажу. Нормально, могу бы и дальше вести. Но поскольку он решил, что он его забирает, а он не будет фондом, я ему сказал, ну передайте им спокойно, как другие товарищи там. То есть, товарищ Кучук передал ключи от Ульяновки. Или прошлый секретарь приехал ко мне домой, мы с ним попили чайку, он передал мне партбилеты, передал мне средства, наличные, которые были, для передачи новому секретарю ключи от того, того помещения, который, ну как поступил, как человек должен поступать, нормальный совершенно. Он понимает, что, ну может так строить, так строить, но ломать-то не надо. Поэтому люди, а тут получилось так, что написал, там рабочее движение, и все. Ну мы какую стратегию в этой ситуации проводили? Ну ту, которую мы всегда проводим. Надо не биться за возврат того, что отняли, а надо строить, созидать дальше. товарищ Круглов Алексей Владимирович в Нижнем Новгороде поручил задание сделать новый сайт вместо того. Вот он уже сделан, пожалуйста, прорубь. Да? И там, значит, публикуются материалы. У нас сайтов на сегодняшний день, перечисляю, начинаем с запада. Это товарища Горшкова сайт, прибалтийский. Потом у нас московский, который ведет товарищ Кошкина из Ижевска. Я так понял, наши уже изощряются компьютерщики. Им вообще не важно, где этот сайт и где они сидят. Им это, допустим, система СДО, система дистанционного обучения обеспечивает, у нас товарищ тоже из Ижевска. Вот. Дальше у нас есть про Нижегородский сайт, я говорил. товарищ Лукьянов в Барнауле открыл новый сайт, вместо того, который закрылся в Новосибирске. У нас еще есть сайт серо-кавказский, рядчиков, у нас сайтов полно. А что касается всяких ВКонтакте, страниц, вот есть страница, вот, 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 и так у нас страница, видимо, не видимо. То есть у нас совершенно достаточно. Некоторые страницы у нас украли или отнимают. Ну, мы вместо того, чтобы только эти отнимать, сейчас создаем новый там. Товарища Витебского я попросил, создайте, пожалуйста, новую группу ленинизм. А то вдруг марксист-ленинизм отнимать будут. А у нас ленинизм. И все. И у нас это оттуда они продолжают отнимать, а это у нас есть другая. Так что ничего такого страшного не произошло. Более того, мы вовсе не собираемся воевать с какими-то организациями, которые не входят в нашу партию. Абсолютно. И что мы продемонстрировали, с товарищем Бобиновым и с товарищем Васьковским сделали две передачи на нашем после этих всех событий, связанные с организацией работы и борьбы шахтеров Анбаса. Потому что эти задачи не зависят от того, какие организационные формы принимают те организации, которые помогают в той или иной степени этому делу. Надо об этом думать. У нас ни сил, ни средств, ни желания нет утратить свои силы на ненужную борьбу и склопу. А вот то, что мы должны принципы свои защищать, конечно, эти принципы есть у партии, они есть у фонда, которому и все понимают, что для того, чтобы такая организация, как фонд рабочая академия могла существовать 25 лет, надо, чтобы у нее было ядро партийное. А ну, партийное ядро и есть. И это ни для кого не секрет. И все прекрасно понимают, что куда движется партия, что я вам такого нового, сногсшибательного, чтобы так сильно отличалось от решений съезда партии, вряд ли сообщу сегодня, тем более, что я в партии тоже имею определенный пост сопредседателя идеологической комиссии, хотя вот более важный у нас товарищ Шилов, поскольку рабочий у нас он на порядок выше, но он здесь сидит и контролирует на всякий случай, потому что, если дойдет дело до голосования, я-то так буду сидеть, а он может и так, и так. И это хорошо. А почему? Потому что партия есть соединение научного социализма с рабочим движением. Научный социализм. Мы должны вещать и помогать людей просвещать, если мы имеем знания. А товарищи рабочие должны нас организовывать, поскольку интеллигенты любят много говорить и не всегда дело делают. Так что мы это все знаем, понимаем и исходим из того, что необходимо такое единство. Поэтому у нас в фонде рабочей академии есть разные люди. И рабочие, и они, так сказать, существенную роль играют, очень важную, поскольку ради рабочих это же фонд, а содействие обучению рабочих. Но раз обучение, то здесь вот, в отличие от партии, больше присутствует интеллигент. И со званиями, и со знаниями. Лучше со знаниями, чем со званиями, но и со званиями тоже хорошо. Потому что мы находимся в буржуазном обществе, и иногда нужно ткнуть кому-то и званием, а не только знания. А знания мы наоборот самым широким образом распространяем. И вот сейчас показал наши экзамены, которые у нас прошли в Красном университете, что у нас есть товарищи из Словакии, из Украины, и нет границ для распространения тех знаний, которые мы даем в Красном университете фонда рабочей академии и ленинградского интернет-телевидения. Ну вот я на этом, так сказать, такой краткий отчет свой закончу, потому что я думаю, что вся наша работа идет на виду, и здесь присутствуют не те люди, которые ее не видят, а те люди, которые все ее наблюдают, причем и изнутри. Поэтому, так сказать, не столько я, может быть, об этом должен рассказывать, сколько, так сказать, акцентировать, немножко напомнить. А есть тут у нас союзник Ленинградское интернет-телевидение, с которым мы учредили Красный университет и совместно ведем. И она вот приготовила выступление, как вот нам доложили разведчики, разведка. И поэтому мы не можем не дать слова. Да, все за все. Это взгляд и со стороны, и изнутри сразу. В минувшем учебном сезоне организационные информационные функции, за которые отвечает Денинградское интернет-телевидение, в рамках Красного университета было выполнено полностью. В августе-сентябре прошлого года, как обычно, была проведена рекламная кампания в сети Яндекс.Гер. Перед началом учебного сезона были записаны подразделенные ролики. Все занятия Красного университета транслировались в прямом эфире постоянно, без сбоев и так далее. Все эти записи доступны на сайте Лен.Ру, как и записи Красного университета прошлых лет в полном объеме. На сайте Лен.Ру публиковались новости Красного университета и актуальные расписания занятий. Вся информация дублировалась в группе Красного университета в соцсети контрактах. Как минимум раз в месяц мы проводили прямой эфир с Михаилом Васильевичем Паковым, которого при необходимости подменял товарищи уход. И не хуже. Да. Также сделали много записей с профессором без оборудования. Также мы готовы публиковать на сайте Лен.Ру работы студентов второго курса. Здесь такие будут. Если планируется стримы из других городов, ну, как Позором и Золотом, большая просьба технического натовка с их стороны была чуть лучше, потому что были проблемы со звуком, с записью. Без звука были проблемы, со звуком бы хорошо было. Да. Ну, мне вот все. Спасибо. По поводу Вардолина просто нету. Если есть об этом учебном сезоне, были пожелания Вардолина, чтобы он чуть информативнее нас изъезжал, а то он чуть припаздывал, получается, что информация запаздывала по изменениям расписания. Да, хорошо. Спасибо. Так, у нас есть еще желающие выступить. Пожалуйста. Давайте, можно. Борис Николаевич, пожалуйста. Борис Николаевич является исполнительным директором фонда рабочего академии. Директор, назначенный приказом президента фонда. Вот великое достижение всего российского рабочего движения, что у нас организован и такие люди есть. Президент у нас фонда, который сумел организовать и российскую общественно-политическую газету «Народная правда» с товарищами, и «Правду труда», и «Зарабочее дело», которое под разными брендами выходит, и два университета, фонд рабочих корреспондентов и «Красный университет». И сколько вообще рабочего движения могут легко обратиться, несмотря на такой, казалось бы, очень высочайший уровень, казалось бы, вот Михаил Васильевич с отрывом разбирается во всех вопросах, но в то же время настолько он доступный, что рабочие тянутся, профсоюзы тянутся, и коллективные договора решаются, и фонд организовывает забастовки, выиграли и докеры, и выиграли и авиадиспетчеры, и настолько широко это влияние идет, что, конечно, Михаил Васильевич, вы молодцы, команда хорошая, молодцом, и, конечно, на новый срок надо нам поддержать, и президента оставить в этой же должности и продлить его дальнейшую работу в качестве должности президента фонда. Спасибо вам. Так, наступление пошло обсуждение уже. Да, пошло обсуждение, пошло по повестке. А вот можно предоставить слово, кто профсоюзы длительное время А вот кто попросил, тому и даем. А если он попросит, дадим. Просит, да. Вот дадим. Нам потом. Да, вот так вот задумаешься, что 30 лет газета, многие ли газеты вот в это время выжили, так можно точно сказать, что не многие, за это время родились тысячи газет. А где они? В российских в Ленинграде всего было две, осталось одно. Да, да. И фонд рабочей академии. Таких учреждений до нашего фонда не было. И я не думаю, чтобы они когда-нибудь еще в скором времени родились бы. Фонд, организация и работа которого сосредоточены на просвещении организации рабочих, рабочего класса. это новое явление в истории. Причем, значит, раньше мы считали газету, вот это такое орудие в руках партии рабочего класса, которое теперь стреляет не единичными там листовками, а бьет, что называется, по площадям. А когда появился фонд рабочих, по площадям, это вот пушка, а когда появился фонд рабочей академии, это уж такая какая-то суперкатюша, которая бьет по большим площадям. Мощнейшее оружие. И надо сказать, что вот за эти 30-25 лет мы работаем фактически без збоев. Вот сказала Диана, что не было срывов каких-то в учебном процессе. Также и в другом университете рабочих корреспондентов. Также с выходом газеты регулярно они выходят и все, что нам надо, все мы публикуем. В то же время, вот сегодня пока Михаил Васильевич говорил, я вспомнил, сколько врагов наших умерло досрочно. Причем такие вот киты, можно сказать, как вот этот начальник, который меня арестовал, начальник 27-го отделения милиции полковник Куть, Собчак. Вот и да, они приходят туда и там Господь спрашивает, за что сюда пришли. мини-вице-премьер был, вице-премьер был у этого Черномырдина, министр железнодорожного сообщения, так как это было, не помню уже его. Мы выступили против Аксюрина, да. То есть, вы выступите и сразу умерло? Да, мы выступили и через несколько месяцев будет спешно. Звучит угрожающе. Это не призыв. Это не призыв. Недавно я выясняю, помните, была в «Нородной правде» большая статья об Акате не был такой предатель. На кого работает Акатин? Да. Тогда была статья и в скорости он сближал в Соединенные Штаты Америке и сейчас он сдал всю прослушку в посольстве США в Москве. И мы кордали ему по голове, так что он бедный ушел из работы и сбежал в Соединенные Штаты Америке. И таких случаев сколько хочешь. А мы живо-здорово и в основном даже наш состав за буквально единичные потери он сохранился, живет, бодрствует, в хорошем настроении пребывает и продолжает растет, появились молодые, здоровые, симпатичные люди. Надо объявить, у нас тут центр здоровья. Поэтому ну конечно это выдающиеся достижения и конечно мотором этих достижений в определяющей мере был все эти годы Габасич Попов. Я-то вот думаю так по совести что вот надо бы его освободить конечно все-таки возраст у него довольно приличный я ему советовал. Михаил Васильевич вам пора отдохнуть позаниматься чисто научной работой но Михаил Васильевич приводит аргументы что нет пока тут если вот за руку идти тут некоторые будут условия такие нарушены которые без меня не могут быть решены и действительно так вдумаешься некоторые моменты еще требуют его присутствия хотя я говорю что есть молодые силы на которые уже можно положиться и я думаю часть обязанностей по крайней мере Михаила Васильевича уже пора перекладывать на молодежь а думаю что с учетом его мнения такого конечно Михаил Васильевич это такой человек без которого пока фонд рабочей академии существовать не может поэтому конечно мы его снова перезапевать президентом фонда рабочей академии спасибо Михаил Васильевич большое за ваше достижение и с наилучшими желаниями для дальнейшей работы молодые замы могут работать и хорошо будет Николай Павлович пожалуйста старый профсоюзный руководитель бывший рабочий бывший неосвобожденный председатель первичной профсоюзной организации Ситеревского хлебозавода и мы познакомились с ним на проходной хлебозавода среди тем что речь шла о проекте трудового кодекса фонда рабочей академии я искал председателя правкома и нашел оказался водителем хлебовозки это было больше 20 я тоже прошел и в настоящее время заместитель исполнительного директора фонда рабочей академии я тогда создал профсоюз первичную профсоюзную организацию в то время ну как простому рабочему было довольно тяжело мне было только желание опыта практики никакой не было и вдруг Михаил Васильевич это мне Бог послал его слушайте он меня научил работе в профсоюзе мы сделали очень сильный профсоюз и я вот с гордостью могу даже сказать у нас был сильный настоящий рабочий профсоюз это было благодаря Михаилу Васильевичу конечно работа директору нашему директору не но вы тоже участвовали я думаю как председатель правком ну была моя участь директор нашего хлебозавода конечно такую работу профсоюза не одобрил в общем благодаря Михаилу Васильевичу меня он постоянно хотел уволить ну и благодаря Михаилу Васильевичу ему это не удалось сделать вот так что и не мог так что работу я провел очень сильную настоящую работу за что благодарен очень Михаилу Васильевичу и также Михаилу Васильевичу ведь не только я один на него был еще много профсоюзных организаций которым он тоже помогал и я и благодарю Михаилу Васильевичу и желаю вам еще долгое время заниматься вот этой работой которую вы ведете спасибо вам за все вот он с идеей научного социализма и рабочего есть еще желающие выступить а вот что в юридической службе глава юридической службы пожалуйста в теории там с законом все в порядке я хочу сказать маленько с юридической стороны так получилось судьбе Михаил Васильевич в РГГУ он руководил были занятия обучали юристов я второе юридическое образование получал первое у меня ЛАТИ вот в академии гаунитарного образования да и так получилось мне повезло что Михаил Васильевич был моим руководителем я писал дипломную работу в РГГУ я что хочу сказать что не только организатор газеты политики он очень сильно и здорово разбирается в юридических тонкостях юридических делах особенно в трудовом праве отношений очень много за время существования сколько я Михаил Васильевич знаю очень много помогал рабочему классу и докерами и не докерами так и обращались ну все все рабочие кто нужен все обращались все помогали всем помогали и все тоже проходили обучение в том числе юридическое искали защиту помогали как могли вот я был захватил момент так сказать развития уже тогда уже партии вот и я что хочу сказать что Михаил Васильевич ну как-то умеет подойти с каждым найти его вообще язык каждого поддержать каждого понять и никого не обидеть не оскорбить ничего понимаете вот таких руководителей я не знаю мало в жизни видел вот я хотел бы чтобы он остался каким-то руководителем и продолжал руководить незаменимых у нас нет ну на данном этапе на встрече фонда конечно вы да тем более у вас бардак как у Карла Макса и все ну спасибо Михаилович я поддерживаю спасибо ну Михаилович это более удачное тепло чем Кудрин Алексей Ленин еще у вас был да это более удачный у меня и другие неудачные были нет больше желающих выступить тогда мы можем наверное считать что вот у нас с Александром Сергеевичем Павловым разработано как движется мы можем уже по первой части решить кое-какие вопросы во первых надо выбрать председателя и секретаря съезда предлагается председатель Попов а секретарь Павлов Александр Сергеевич кто за удачный удачный кодинатуры это первое теперь второй вопрос который мы должны это значит голосовали единогласно второй вопрос у нас или первый вопрос поездки дня это отчет президента он прошел значит дальше у нас пункт второй избрание президента фонда вице-президента фонда совета фонда и ревизионной комиссии фонда значит первый вопрос из этой обоймы избрание президента фонда какие есть предложения кого президента профессора по кафедре экономики и права чтобы мы в правовом поле всегда были в нужное время Михаил Васильевич Попов запишем предложил товарищ Казенов ставлю на голосование кто за принимается единогласно принимается единогласно следующий вопрос это вопрос об избрании вице-президента фонда и вот тут я хочу сказать вот в развитии того о чем говорил Александр Сергеевич что вот эти самые вице-президенты должны быть в любой момент заменить президента фонда мы живем в ковидное время правда я ковидом переболел но нам грозят второй ковид третий ковид прибивки зовут делать вот всякие бывают вообще наша жизнь полна приключений поэтому надо уже вот с этим с этим поэтому скажем у нас некоторые товарищи вот как товарищ Казенов попросили так сказать их в хорошее место так поставить но на место руководителя отделение поставить более молодого но это следующий будет вопрос а сейчас вопрос идет о том кого избрать вице-президентами фонда есть такое предложение избрать вице-президентами фонда следующих товарищей доктор экономических наук профессора Золотова доктор экономических наук Мазура Олега Анатольевича кандидата психических наук Юркова Кирилла Валерьевича и кандидата экономических наук Галко Виктор Ивановича значит что тут имеется во-первых можно сказать ну такой тоже солидный и уже не молодой первый в первой части это Золотов но намного моложе чем я лет на 15 10-15 раз Мазур Мазур еще более молодой но доктор экономических наук и ректор института экономики управления и права невиномысского институт экономики управления и права и в этой тяжелой борьбе выбил все-таки что аккредитовали они и право и управление и экономику и учат так сказать тому чем надо учить поэтому это большое достижение то есть в этих условиях устоять а тут у нас образование тем более вот такое образование в котором мы участвуем и всячески его забивает а вот надо сказать что так организовала работа что у него ковидом никто не заболел ни один человек но он потратил за то средство на эти ионизаторы там везде стоят ионизаторы во всем так сказать институте никто не заболел а в городе полно зараженных и науку логики выпускает безболезненно без ковида а так бы все стало дело без науки логики ничего не сделаешь вообще это мы усвоили вот поэтому смотрите что у нас получается вот два можно сказать товарища вернее так сказать ну самый такой солидный из них вот Золотов Александр Владимирович он доктор экономических наук профессор он является действительным членом Петровской академии наук и искусств он заведует кафедрой экономической теории и методологии университета Нижегородского государства имени Лобачевского то есть нам же нужно чтобы наши так сказать товарищи представители были на любом собрании на любом буржуазном собрании у нас вполне достаточно представительный руководитель и он же главный редактор российской и он теперь главный редактор российской общественно-политической газеты Народная правда так сказать вот пожалуйста он нет никаких сомнений что он всегда может так сказать выступить как президент если что дальше Мазур Олег Анатольевич я говорил об этом он тоже если что всегда может выступить и он тоже может быть президентом никаких сомнений нет так тот у нас еще Кирилл Валерьевич Юрков я считаю что он вполне так сказать зрелый он выступал я ему считай за 5 минут позвонил сказал что я не смогу выступать заменил и получил еще больше набрал всяких отзывов и очень удачное было выступление я смотрел с удовольствием никто никто не ругался никто не ругался на Ленру что дескать почему это вместо вот этого вместо этой каши привезли мясо такого не было я думаю собрался так написал ну вот его наверное поста не хватает а уже когда будет вице-президентом ну как-то неприлично уже быть кандидатом надо думать как-то ну правда сейчас доктор скажет это страшное дело это в наше время было легко деньги нужно а у него зарплата хорошая а сколько логично защита стоит публикации стоят гигантские деньги сейчас надо даже не писать уже долго писать не надо если деньги есть 30 статей и доклад да 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 а мазур реконатур ну раньше такое тоже было доклад был и по совокупности работ но работа надо но вообще работы надо выпускать в научных журналах некоторые думают что публикации в газете это не проходит как научная публикация не в газете а вот в наших сборников которые идут под редакцией товарища Юркова или под редакцией товарища Дегтярева это научные работы проходят 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 это научные работы но теперь еще требуется чтобы они были в российском информационном научном центре этим объясняется то почему я сквозь по существу отчет о работе президента фонда опубликовал в венгерском журнале на русском языке тогда пожалуйста его тогда пожалуйста можно рассылать и там нажмите и распечатывая российской информационной научиться сколько хочешь экземпляров без проблем ну вот такие гримасы современные а Мазар защищался по марксизму естественно а он как готовый марксист когда он защищался конечно мы понаехали все марксисты и настолько мы наехали на этот самый совет который был что один из членов все таки ну что вы нам доказываете мы же здесь все марксисты и он прошел по теме воспроизводства работника современной России воспроизводства работника современной России это же это фонд рабочей академии можно сказать воспроизводство надо брать во всем его богатстве составляющей вот ну и Голков Виктор Иванович который давно прочитал все собрания сочинений Ленина и по-ленински пишет теперь и по-ленински Маркса Маркса ну Маркса это не в счет он само собой давно прочитал Он просто очень скромный. Но мы знаем, он хоть и скромный, но очень умный. И еще, в добавок, такой писатель, он еще только сейчас начинает разворачиваться. И организатор науки. Все знают, как работает университет без сбоев. Вот там, тут у нас сколько народу крутится вокруг Красного университета, а там один Галко, и все, он делает все хорошо. Ну вот, смотрите, такие люди, которые говорят о том, что вдруг там кто, что, заболел или вдруг улетел. Очень достойный. Все тут есть, взяли да переизбрали, и все дела. Ну а без Бориса Николаевича-то мы как? Нет, кто еще? Борис Николаевич, Борис Николаевич, Борис Николаевич занимает... Президент Российской Федерации сказал, что это не предел 65. Не пределы. Борис Николаевич занимает не выборную должность, а назначаемую. Я его назначил. И его заместителем назначил товарища... Французова Николаевича. Французова. А поскольку меня уже переизбрали, то я на новый срок их назначил. Вот, пожалуйста. Служу новому народу России. Не надо голосовать. А вот за состав вице-президентов, если не поступило других предложений, надо проголосовать. Ну вот такие. То есть с учетом... Александр Сергеевич, я учел ваше замечание? Да. И на, я думаю, список, наверное, будем голосовать. Пора, молодец. Думаю, ты список. А сразу за четверых. У нас каждый человек самооценность. Все достойные люди. Все достойные люди. Вот за Золотова его нет, а мы за него голосуем. А он увидит потом. Залезет в интернет, а там говорят, Золотов прошел. Сейчас мы посмотрим, прошел или не прошел. Голосуем. Кто за Золотова? Вице-президенты фонда. Это очень высокие звания. Может, потом деньги будут большие давать. Пока не дают. Так. Дальше. Мазур Олег Анатольевич, он тоже увидит. Ему красное ТВ. Доведет до него. Дальше. Юрков Кирилл Валерьевич. Ну и Виктор Иванович Голко. Поэтому, Александр Сергеевич, все, вы можете быть спокойны. Все тут. Вершина альберга. Тут все. Поздравляю. Так. Но. У нас же это общественное объединение. У нас не может быть так, что есть начальники. Там раз, два, три, четыре, пять. А у нас должен быть совет. Нет. А в совете вообще не может быть одни интеллигенты и профессора, доценты. А в совете должны быть обязательно и рабочие. Правильно, Дальше? Как вы считаете? Я чувствую, что вы так смотрите, что что-то я недорабатываю. Он смотрит так, а где вот этот передовой класс? А передовой класс в совете фонда. Почему? Потому что совет это более широкая организация. Если что, она поправит этих вице, там, президента и прочих. Ну, их просто больше будет. И они всегда задают большинством. Значит, кого? Значит, во-первых, товарища... Я предлагаю состав следующих товарищей. Федотова, Константина Васильевича. Он у нас был вице-президентом. Сейчас он, конечно, и побаливает, и возраст у него. Но он моложе меня, между прочим. Но он великий знаток коллективных договоров. И лучше таких, чем Федотов, в этой части нет. И сам автор нашей книги введение коллективного трудового спора за осуществление коллективного договора соглашения. Раз. Долгов Виктор Георгиевич, который, как я уже объяснил, он, так сказать, он придумал этот фонд. И меня сюда двинул. А мог бы быть там вполне. Золотова Александра Владимировича. Казенова Александра Сергеевича. Александр Сергеевич. Уже поздравляют вас. Вас поздравляет, Владимир Владимирович. А вдруг не проголосует? Нет. Вы согласитесь. Вы согласитесь. Значит, Долгово называли, да? Да, Долгово называл. Золотова. А вы сейчас можете посмотреть? Вы можете почтать. Хорошо. Так, Казенова Александра Сергеевича. Вот. Значит, Александр Сергеевич, я вашу просьбу тоже, значит, обещал учесть и освободить вас от обязанностей председателя Ленинградского отделения фонда рабочей академии и нагрузить на это товарища Галко. Но вы все равно же проводите. Он уже фактически функции эти все... Он фактически выполняет. Да. А у него погон нет. Так дать ему погоны и все. Руководителем. Ну, я думаю, что все, так сказать, согласны, что он авторитетная фигура не только в Ленинграде, но и в России. Так. Значит, Казенова Александра Сергеевича, Мазура Олега Анатольевича, он у нас и выступает, в том числе и в Красном университете, участвует. Вот он, издатель книги по диалектике, то есть вклад внес. Так, Попова Михаила Васильевича, Галко Виктора Ивановича, Юркова Кирилла Валерьевича, Дегтярева Дениса Борисовича, самый главный человек, который все планирует у нас. Если что-то не будет запланировано или что-то не будет выполнено, то они все будут иметь дело с Денисом Борисовичем. А экзамены как хорошо принимают в Красном университете. Да. Шишкарева Василий Ивановича, руководитель Московского соотделения Фонда рабочих и земли. Назарова Дмитрия Олеговича, один из участников организации, созданного недавно в Ленинграде, объединения рабочих. Дмитриева Максима Денисовича, еще более активного организатора рабочего движения в Ленинграде. Вот. Шилова Дмитрия Юрьевича, который еще и важный пост занимает в Центральном комитете рабочей партии России. И он еще и голосовать не может, поскольку он рабочий. Гавшина Бориса Николаевича, поскольку он исполнительный директор. Лазарева Вячеслава Михайловича, который тоже участвовал во всю организации. Почему так мало у вас еще рабочих в организации, товарищ Лазарев? Работаем над этим. Такие молодые, и так мало еще собрали людей. Мы выбираем обороты. Медленно набирайте. Хорошо быть начальником, только вот так вот спрашивай, и все. Ничего делать не надо. А другие должны работать. Так. Тюленева Сергея Викторовича. Без него ничего не уйдет, не попадет. Павлу Александру Сергеевичу. Ну вообще на него навалили такую работу. Колоссальную. Но он никаких работ не боится. Он спокойно так относится. Он сразу думает, как это сделать. А другие думают, как от них увернуться. Ну разные есть люди. Вот. Чопу Алексея Михайловича, чтобы не думали, что мы только ленинградцев одних помним, знаем. Гамилаури Петра Владимировича, который создал с нуля Красное радио фонда Рабочей Академии. И оно вещает круглосуточно. Вот вы не слушаете круглосуточно. А вы не поспите одни сутки, послушайте Красное радио. Да, надо это будет сделать. Надо делать такое мероприятие. Причем обязательно всех участников надо сутки, чтобы послушали. Не, ну некоторые у нас сутками работают. У них это не в новинку. Вон, товарищ Бобинов. И вы не испугаете сутками. У них считается это нормой сутками работать. К вам вот приезжает на 24-м часу врач скорой помощи и начинает, значит, придумывать, какая у вас болезнь. Потому что, ну что может вот на 24-м часу? Я не знаю, это люди какие-то боги, которые могут на 24-м часу... Я только спать могу на 24-м часу. Никак, ничего не могу сделать. А в автомашине скорой помощи звучит у вас Красное радио? Мы делаем укол в диван и уезжаем. Это безвредно, кстати. Ничего не наносит. Никакого вреда. И Кальвитова Емсина Владимировича, который сопредседатель Российского комитета рабочих. Логично, чтобы он был в Совете фонда рабочей академии. Правильно? Вот такое вот предложение. Так. Александр Сергеевича Павлову я назвал? Так, точно. Называл. 20 человек. Вот такие... Старались думать, продумать. Серьезный совет. Вот такой совет. Как, товарищи, насчет совета? Есть еще какие-то предложения? Или можно... Это, наверное, совет более... Даже серьезный совет, чем ученый совет у вас в университете. Вы спокоились. По крайней мере, более серьезный, чем президент и вице-президент. Значит, давайте проголосуем тогда за этот совет, который является, так сказать, вот таким коллегиальным органом. А у нас, как известно, вопросы в фонде рабочей академии решаются коллегиально. Хотя формально считается, что, я скажу, нет, решается. Но мы же понимаем, что это общественное объединение, а тут никакие могут быть приказы. Приказы можно нарисовать, но надо понимать, что мы только убеждением здесь действуем. Никаких других средств у нас нет. Как вот подействуешь на товарища? Он, во-первых, вес у него другой, с ним сражаться бесполезно все равно. Так, ставлю на голосование. Кто за? Списком. Списком. Надеюсь. Единогласно. Так, теперь надо... Ревизионная комиссия. Только не ревизионистов у нее, а марксистов. Ревизионную комиссию регионального общественного объединения, фонд рабочей академии, фонд содействия обучения рабочих. Федина Андрея Анатольевича из столицы. Москва. Оператор. Наладчик. Наладчик станков с программным управлением. С числовым программным управлением. Да, с ЧПО. Вот, раз. Кучерякова. Он обведливый. Это страшное дело. Даже страшно становится. И Тимонин Анатолий Владимирович. Он, чтобы все по закону было. Беспристрастный. Вот три человека. Достаточно? А кто третий? Как кто третий? Я третий. Федин, Чирякова и Тимонин. А вы первый? Угу. Кто-то тот, чтобы считать Тимонина первым, а голосовать за троих. Так. Единогласно. Ну вот, то есть, значит, докладываю, что мы, вот, экземпляры этого нашего протокола должны сдать в банк, в противном случае нам с 13-го числа будет закрыт счет. Но над этом счету у нас, как докладывает наш договор, ничего особенного и нет, потому что всякое наше появление в банке сопровождается извещением о том, что очередные 10 тысяч с нас сняли. То есть, они уже действуют как бандиты. Толку от них никакого. Не говоря уже о том, что мы отчитываемся в налоговую, у нас защищенные средства связи, чтобы никто не знал, что у нас нули идут туда. Нули по этой системе защищенных связей. Это у вас есть какие-то деньги, а у нас денег нет. У нас налоговый. Никого нет на зарплате. Раз нет на зарплате. Но этого нашего главного бухгалтера Мальцева Лидии Анатольевны долго мучили. И сколько раз вызывали. И сейчас в последнее время как-то отстали. Может быть. Но у нас был такой прецедент, когда некоторые товарищи специалисты, как у нас здесь присутствует, Татьяна Валерьевна, выясняли, а как у нас оказалось на счету 13 миллионов вдруг. А оказалось это, мы никак не могли понять, а некоторые товарищи усомнились вообще в честности и порядочности. Я имею в виду товарища Кузьмина, который, собственно, откуда-то разузнал, что есть такие данные, такие. Можете зайти в интернете и посмотреть, что у фонда 13 миллионов. Неплохо, если бы они были. Потом Татьяна Валерьевна выдвинула такую гипотезу, что, наверное, где-то точечка не там стоит. А вот товарищ, который не там поставил точечку, он здесь живой. А Алексей Вячеславович обрадовался, что 15 миллионов есть. Да, хотел бы развернуть работу фонда. Ну, так что, так что вот так. Но фонду исправно помогают. Я хочу сказать, что систематически присылают, иногда я даже боюсь, что слишком много присылают, как бы и какими-нибудь органами не начали заниматься. Потому что куда-то их наведут на то, что какие-то деньги есть. Помогают. Вот сегодня я отправил сообщение, что 5 тысяч пришло. А вот в этом году, если кто один пришлет, тот другой. Некоторые присылают, пишут, на классовую борьбу. Вот, последний был. На классовую борьбу. Или, или, да, или спасибо вам. И так далее. Продолжайте в том же духе. Разные. То есть, мы знаем, что народ у нас бедный. Если при бедности нашего народа люди постоянно шлют помощь фонду рабочей академии, о чем мы докладываем. Я пересылаю товарищу Кошкиной сообщение. Значит, я взносом пересылаю товарищам секретарям. А вот по поводу взноса фонда рабочего академии, товарища Кошкиной в Ижевск. Она сообщает на сайте московского отделения фонда рабочей академии. Там можно зайти и почитать, кто сколько прислал фонду рабочей академии. Поэтому мы не боимся, что у нас кончатся деньги для издания газеты. У нас деньги не кончаются. Борис Николаевич хочет сказать, что народ у нас не бедный. По данным Владимира Владимировича Путина, 80% у нас составляет средний класс. Нравственность – это понятие классовое. Вот олигархи думают, что они удачники. А вот все рабочие движения не удачники. А рабочие будут доказывать и бороться за то, что это они не правы. А рабочие сказал, что у нас все удачники в стране. У Владимира Владимировича вышел застойницу исполнительной власти буржуазного. Сколько их пристреляли, сколько их утопили, сколько сбежали за рубеж, сколько уже вытащили из-за рубежа. А нас с Хозяновым никто не стреляет. Они самые несчастные люди сейчас. А вот сохранить юридическую службу, как и возглавлял Тимонин Анатолий Владимирович, это тоже надо... Да, он, конечно, руководитель юридической службы, он назначил на постоянную работу, но без зарплаты. Да, все. А почему без зарплаты? Чтобы никакие материальные мотивы не влияли на деятельность его. И они не влияют. Тимонин Анатолий Владимирович. Да, поэтому у нас нет и их права. Но тот, кто видел тот дом 1895 года рождения, в котором у нас проходило много-много съездов, я уже даже не знаю сколько. Так вот, товарищ Тимонин лично участвовал в восстановлении его после пожара и внес 40 тысяч рублей на это дело. На то, чтобы и он вот сделал так, что там как с иголочки теперь. Так что он большой вклад внес. Здесь и Борис Николаевич тоже внес. Борис Николаевич. Он посильно все вкладывали. Кто-то там и... Нет, они не вкладывали, а другие-то поджигали. Не, мы тоже за землю доборолись, как у вас. За землю. За землю. На него, да, у вас земля. Хорошо. Так, повестка дня исчерпана, но если есть у кого-то какие-то обращения, я хочу воспользоваться случаем, что здесь присутствуют не только наши товарищи, члены фонда и Красного университета, но и руководитель, который нам предоставляет это замечательное помещение. Я хочу поблагодарить товарища Довиченко за обеспечение прекрасных условий работы общественного объединения, фонд Рабочей Академии, фонд содействия обучения рабочих. Поддержка работы общественного объединения это очень большое дело, конечно. Мы чувствуем себя здесь очень хорошо и понимаем, что мы тоже ответственны за то, чтобы здесь была чистота, порядок и чтобы никто не знал адрес этого учреждения. И поэтому мы никогда его не выдаем. А чтобы его не выдавать, мы и сами не знаем, не спрашивая. Вы, наверное, знаете, что каждый, когда начинаются новые занятия Красного университета, мы с Мордовиным и с руководителем Ленру Прониным выходим к метро и как вот три подсадные утки там на нас, так сказать, стоим там. И тогда люди видят и собираются, собираются. А потом мы их ведем и мимо, мимо, мимо этого вот учреждения и говорим, здесь будет третье занятие. И уходим в гостиницу «Спутник». Чего попросить внимание, на здании даже номера нет. И улицы нет. И не будет. Покупается, и не будет. И на картах нет никакого номера. Да, но при этом, при этом уже был не один случай, человек, который видел много раз эту комнату в интернете. Я ему сказал, что это ставили в параллере, а ты знаешь где это? Хочешь покажу? Показывай. Правда. Ну, у нас же эта точка, Смольный, улицы и дома нет, и Кремль, улицы и дома нет. Так что три точки. У нас, да, народные правды по регистрации у нас записаны в этой газете. Там Санкт-Петербург, Смольный. А Кремль это что? А в этот раз мы были с Владимиром Алексеевичем. В банке там говорят, мы вам ничего не дадим, потому что мы вам посылаем, а вас там нет. Я говорю, куда вы посылаете? На Белинского, 13. Я говорю, так вы по регистрации посылаете. А мы давно находимся по другому адресу. Адрес вот здесь в газете. Это мой домашний адрес. Фонд Рабочей Академии там написан в конце справа. И я начал смотреть в интернете. И там смотрю, написано, благотворительный фонд и подъезд мой. Так что мы достигли необыкновенных высот, благодаря нашим средствам массовой информации, которые нам тем самым помогают. Особенно, как говорится, мешают тому, кто не знает, куда плыть. А тот, кто знает, куда плыть, тому каждый ветер попутный. А кто из вице-президентов у нас будет курировать средства массовой информации? У нас все курируют перекрестные. Так, больше есть какие-то сообщения, объявления? Это очень хорошо проверяет. Денис Борисович, мы укладываемся в план работы партийной организации? Пункт выполнен. Вот, хорошо. Это нам важно, потому что там большая опасность с этой стороны. Если план не выполняешь, то тут все, все остановится. На комиссии объявлений. Объявлений, да. Вот, слово предоставляется руководителю Ленинградского отделения, в Новояпольному. Ленинградского отделения фонда рабочей академии, члена совета фонда. Голко, Виктор Иванович. Дорогие, товарищи, напоминаю, 21 августа сего года в Ульяновке, в доме музея. В Ульяновке и Елизаровых состоится научно-практическая конференция. А 21 августа какой-то срок подозрительный? Почему? Как раз традиционно. А где, качап, это когда было? Третья суббота. 19 августа на 21 августа. 21 августа. Причины, результаты борьбы позитивных и негативных тенденций в социалистических странах. Время неумолимо видится. Так что, пожалуйста, присылайте свои тезисы. Но вы еще пришлете в проспекты. Вы уже прислали сто раз. Третья суббота, 24 августа. А как же? 14 августа. Нет. Преддверий. Преддверий? Так уже сдавать надо тезисы. Суббота. Мы посылали по партийной почте дважды. И впервые за многие годы опубликовали. Потому что в сайтах. Я лично уже прислал, поэтому смотрю спокойно в будущем. А вот вы чего нет? Вы чего нет? А сколько начало персперинции? 10 часов. Как всегда. 10 часов. Так. Еще есть объявление? 10 часов. Нет. Есть предложение поздравить аплодисментами новых и здоровых составов. И таким образом завершить официальное предприятие фонда. Спасибо. И всех поздравить с завершением 14-го съезда фонда рабочей академии. Все. Поздравляем.